Нельзя, короче, нельзя меня пускать в магазин строительный, это и всяких там приблуд. Меня аж прям раздирают купить всякую штуковину, которая мне, ну, объективно нужна. Ну, типа, она же стоит денег, ну, вот так. О чём речь? Короче говоря, вот, я сходил в магазин, так что у нас будет анбоксинг. Вот, сейчас вам покажу, что я накупил. Почему? Нахрена это надо? И какие у меня есть ещё идеи по поводу света, освещения и так далее и тому подобное в своей комнате? Первое и на первое, для чего я туда ехал, это у нас пульт дистанционного управления световыми приборами. Супер крутая штуковина. Эта, короче, хреновина позволит мне управлять светом и прочими другими световыми приборами на расстоянии, вот, при помощи пульт управления. Короче, приколюха в том, что эта штука позволяет управлять четырьмя одновременно, и на каждый порт она имеет по одному киловатту, что, ну, ды, прям много. Что ж, я взял себе две штуки. Нахера. А теперь давай посмотрим, как это работает всё вместе. Смотри, я включаю всё, что связано с моей основной лампой. Бах. А теперь я включаю остальное, что связано с моими дополнительными панелями. Так что, эти две штуки мне жизненно важны в данный момент. Ну и, собственно, я поехал за ними в Леруа Мерлен. Дальше. Эти штуки надо рассматривать друг с другом. Короче говоря, мне, у меня есть несколько, не знаю, полок, наверное, с которых нужно снять лак, снять шпон или краска. Я не знаю, как нанесено, по-моему, шпон. Но лака обязательно надо снять. И для того, чтобы их снять, нужно, типа, либо какая-то абразивная херня. Нафига я хочу это снять, потому что я их хочу покрасить. Вот. И сделать их там оранжевыми, зелеными, синенькими, всякими, короче, прикольными. И чтобы это было весело. И туда поставить всякие игрушки лего, какие-то штуковины, декоративные, которые мне как бы нравятся. Они радуют мои глаза. Но при этом мне их некуда выставить, потому что фактически полок у меня нет. И вы видели мой стол, который объективно, ну, мягко говоря, перегружен. Ну, короче, надо использовать какой-то абразив. Сначала я увидел вот такой вот круг. Это абразивный круг с зернистостью P40. То есть, грубо говоря, это, ну, это лепестковый диск. Начнем с этого. Вот. P40 это, ну, на сегодняшний день это самое грубое. Самое грубое. Самое большее зерно. Ну, то есть, P40 это самая грубая штука. Вот. То есть, когда я работаю, она откровенно посылает тебя в пеший сексуальный. Это абразив для того, чтобы сдирать. То есть, тысячи и дальше это то, чтобы шерифовать. Вот. Собственно, я посмотрел вот эту сначала штуковину. Потом такой подумал, подумал такой, ну, как бы, блин, надо еще что-нибудь взять попробовать. Поэтому я взял себе опорную тарелку с лепучкой. Вот. Эта штуковина, она, типа, ты ее можешь либо... Давай я встрою, покажу. Вот. Так, сейчас я, кстати, посмотрю, там чек далеко-далеко. Ладно, перфим. Пришлось, блин, сложно прям так упаковывать, капец. Ну, типа, прям вот головняк был. Вот, чтобы это все упаковать. Вот. Короче, вот такая штука. У нее здесь липучка. Обычная, как на липучках на обуви и так далее, она здесь пластмассовая. Собственно, медное колечко, вы его видите. Ну, и вот эта вот вся приколюха, короче, к ней, ну, можно или нужно, или нужно приклеивать вот такие вот диски. Вот. Это абразивные диски. У них, опять же, зернице P40 приклеиваются, и ты ими работаешь. Когда они изнашиваются, ты их выбрасываешь. Вот. Эта штука мне обошлась в 350 рублей. Потом, человек, я разберем. Эти пять дисков мне обошлись в 110, по-моему. Да, в 110. Вот. Короче, это круто. Это полезно, это важно, это нужно. Вот. Ну, и, собственно, переходник на дрель. Вот. Единственный минус переходника на дрель, это то, что он круглый. Приколитесь. То есть, ну, типа, серьезно. Вот. И так что придется еще взять болгарочку, аккуратненько сделать срезы, для того, чтобы были шлицы, и для того, чтобы крепление было лучше. Иначе, типа, это все будет срезано. Когда я увидел эту штуку, я такой, нихуя себе. Вот это сейчас было неожиданно, я хочу себе это купить. Короче, давайте покажу. Давайте я вам это сразу покажу. Короче, я ее такой, типа, раз, так вот, открываю, такой, нихуя себе. Вот это внезапно, типа. Вот просто вот за это вот, типа, я хочу тебя купить. Это хреново, она стоит 200 с копейками рублей. Вот. И это штуковина под всякие мелочи. Вот. Есть такая же, короче, под, да, у нее, типа, несменные. Как же сказать? Ну, короче, вот здесь вот вместо перегородок меняемых, а тут, короче, эти... Как их назвать? Коробочки, не коробочки, а как? Ну, типа, ванночки, что ли. Не знаю, короче, в голову не приходит слова. Короче, я много выбирал между ними. Вот. Самая главная приколюха в них, что меня подвигло, купить именно их. Смотрите. Короче, у многих вот эта вот штука, она вот так вот шатается, вот. А вот эта вот, видите, она такая, шпунь, все. И она не двигается. То есть, она прям очевидно не двигается. Это важно. Потому как каждый раз, когда ты будешь открывать, у нее будет возможность сместиться. И, короче, там, гаечки или шурупчики, они будут сваливать в соседние. Мне это надо? Конечно же, нет, не надо. Короче, вот здесь есть раз, два, три, четыре, пять. Пять перегородок, размер которых ты можешь регулировать. Ну, перегородок, которые ты можешь установить. Тем образом, они же ты можешь регулировать по размеру. Есть там две неизбегаемых филота, одна такая в виде корынца. Это круто. Вот таких отделений два. Я посмотрел, в принципе, штука с нормальной пластмассой, с адекватными более-менее прикреплениями. Ну, понятно, что за 220 рублей чего-то, ну, объективно, хорошего ты вряд ли найдешь. Но, типа, из того, что было, эта штуковина просто сказка. Крепление есть. Если надо, ты можешь это разъединить, использовать вместе. И самое главное, здесь есть вот, типа, приколюха, типа, ручки. И ты вот так вот берешь, вот, и, типа, можешь... Блядь, это очень круто. Посмотри, здесь есть вот такая вот штуковина, которую можно оторвать и за которую можно повесить. И здесь есть такая штуковина, которую можно, ну, и оторвать, и повесить. Блядь, это просто супер круто. Я, ну, я не выдержал и такой, типа, я хочу это купить. Вот. Первая, которую я купил, была вот такой. То, что я нашел, она тоже стоит что-то дороже 200 рублей. Я такой посмотрел, типа, вы, блядь, типа, я хочу это купить. И опять же, смотри, приколюха норм. То есть, как бы, видишь, и перегородок достаточно, и глубина достаточно. И самое главное, она прям, они, короче, очень круто зашлепываются. Вот. И у них нет люфта. Ну, то есть, ты ее вставил, и она с трудом до конца зашла. То есть, я такое попробовал. Ну, это, очевидно, круто. Потому как у других в той же ценовой категории, даже дороже, они болтались свободно. И опять возвращаемся к тому, что они не должны болтаться свободно, иначе содержимое какое-либо из вот этих вот ванночек может попасть в другой отсек. А это нехорошо. Ну, и, собственно, и закрывашка адекватная, и сама по себе она вроде и узенькая, но и глубины достаточно, для того, чтобы сделать все, ну, объективно хорошо. Я посмотрел такой, я хочу себе это. И купил. Прикиньте, это еще не все. Ну, и последнее, что я взял, это универсальный газовый баллон. Вот. И горелочку для него. Вот. И самое главное, что штука безрезьбовая. Это раз. Вот. Я вот не помню, она подходит сюда, не подходит что-то серьезно. По-моему, вот. Я вот сейчас вот очень, очень, очень не помню. Да, по-моему, подходит. Да, подходит. Да, вот она, эта штука, она вот, она вставляется. Я не помню, она поворачивается. Как-то, блин. Сто лет ими не пользовался, серьезно. Я вот просто, ну, объективно не помню. Вот. Ну, посмотрим, короче. Ладно, не суть важна. Самое главное, что у этой приколюхи есть... Ах. Сейчас. У этой штуки, короче, есть пьезоподжиг. Что важно. Потому что без пьезоподжига вам придется еще дополнительно использовать зажигалку. То есть, ну вот. Вот. Есть пьезоподжиг. Да, есть, да, есть. Вот. То есть, взял это, вставил это. Для чего я это купил? Для того, чтобы усаживать термоусадки. Термоусадки нужно усаживать аккуратным, плотным, точечным теплом. Ну, то есть, огнем. А зажигалка, огонь дает достаточно рассеянный. И самое главное, дает нагар. Поэтому, ну, типа, не очень удобно, во-первых. Неравномерно, во-вторых. И, в-третьих, она пачкает нагаром. Типа, я не хочу так. Типа, я хочу нормально пользоваться. Вот. Поэтому я посмотрел. Типа, пьезоподжиг стоит что-то... 350, что ли, рублей. Газовый баллон стоит 65. По-моему, очевидно. Вот, что, типа, это нормальная покупка. Ну, собственно, и на этом все закончилось. Я сейчас, наверное, посмотрю чеки. Вот так вот выглядит мой чек. Вот. Короче говоря, давай пробежимся по-быстрому. Пульт 1 обошелся мне в 558 рублей. Потом круг лепестковый, конический мне обошелся в 65. В 66 рублей, он лепестковый. Так, тарелка опорная. В 344 мне обошлась. Вот эта вот штуковина. Блин, как у меня звенит батарея. Вообще жесть. Надо ее, кстати, зашумить тоже. Диск шлифовальный 110, 5 штук. Я вам показывал их 5 штук. Насадка на баллон газовый. Вот эта вот мне обошлась в 266 рублей. Я думал, дороже. Вот. Баллон с газом 65 рублей. Органайзер двойной для мелочей. Вот этот вот, 210 рублей. И органайзер побольше обошелся вот это вот в 202 рубля. Таким образом, 2379 рублей. Вау. Это круто, на мой взгляд. Вот. Так что, в принципе, я, ну, скажем так, достаточно недорого. Достаточно недорого прикупился. А все началось с того, что я типа хотел сэкономить 600 рублей, а потратил на рубль 200 больше. Не, ну штуки реально клевые. Я потом, когда, короче, все рассортирую, все, что необходимо, я сделаю отдельно вложек, где покажу, типа, нахера это все бралось. И, типа, и как это, сука, удобно. Дальше, что, короче, по поводу меня, в принципе. Расстался с Дашкой. Все, короче, я холостяк. Но, типа, ну, вот. Долго мы, конечно, с ней были. Много чего было крутого. Но, вот, решили, что, наверное, пора. Ну, вот, пора. Не сожалею, не грущу, не... Ну, вот, в принципе, было круто. Но пора двигаться дальше. Басуху так не продал, синтезатор так не продал. Также Артуре и пользуюсь своей, любименькой. Вот, крутая штука. Так почему-то и не начал. Вот туда-сюда вот все как-то не складывается у меня собирать вот тот восьмиступенчатый секвенсор, который я хотел создать. Но думаю, что как выйду с больницы, обязательно этим займусь. Собственно, в планах, как всегда, восьмистопный секвенсор. Приведение в порядок лампы. Это я в ближайшее время сделаю вот этой полутораметровой. Повесить метровые панели одну себе в затылок, одну туда. Скорее всего, процесс я буду записывать. Потому что процесс, как я крепил полутораметровую панель, я не снимал. Потому что это был поздний вечер. Ну и комментировать мне что-то особо не хотелось. Я просто сделаю, и оно работает. Потом объясню другие некоторые факты. Вот. Ну и, собственно, вот потихонечку начну сортировать всякую дичь, которая у меня накопилась, и которой нужно найти место вот в эти вот маленькие органайзеры. Это круто. Чего еще? Ну вот, наверное, по мелочи все. Думаю, кстати, заменить свой фотоаппарат на видеокамеру. Потому как с этого фотоаппарата я не могу нормально стримить. Почему? Потому как аккумулятора хватает буквально на 2,5 часа оригинального аккумулятора и меньше, чем на 2 часа неоригинальных аккумуляторов двух. Таким образом, нормальный трехчасовой стрим я просто не вывезу. Ну, то есть, трехчасовой стрим не получится нормально вести, потому как камера не сможет тащить это время, а постоянно менять аккумуляторы мне, ну, откровенно лень. Ну, типа, ну, это дичь, согласитесь. Поэтому я думаю, что этот фотоаппарат, скорее всего, я продам. И куплю нормальную видеокамеру, типа, по NASA 770-го, либо 980-го. Ну, придется, конечно, накинуть деньжат. Ну, что делать, ребят? Что делать? Вот, ну, фотоаппарат классный. Я ему очень сильно рад. Он, капец, какой удобный. Нас треба надо вести. Спасибо. 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 Спасибо.